ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Слежка за водителями с воздуха приобрела массовый характер. По информации ГИБДД, ведомство использует специальные дроны уже в 17 регионах. В их числе соседствующие с Кировской областью Пермский край, Татарстан и Удмуртия. Кто знает, может уже и кировским водителям стоит поднять голову и внимательно присмотреться к небесам. Дроны в первую очередь отслеживают пересечение сплошной линии разметки. Картинку они передают ближайшему наряду ДПС. ТРАССА 101 Вслед за практической частью экзамена на права модернизируют и теорию. О соответствующих планах заявили в Министерстве внутренних дел. Полицейские хотят приблизить экзаменационные билеты к реальной жизни и свести к минимуму зазубривание ответов. В частности, в обновленный список задач войдут вопросы, связанные с аварийными ситуациями, которые провоцируют начинающие водители. Так, глядишь, выпускники автошкол вообще перестанут успешно сдавать экзамены с первого раза. Таковых после объединения автодрома и города, как недавно сообщалось, осталось лишь 13%. ТРАССА 101 Land Cruiser Prado нового поколения компания Toyota представит следующим летом. Машина, по предварительным данным, получит индекс 250. В линейку моторов могут войти шестицилиндровый дизельный агрегат объемом 3,3 литра, мощностью 299 лошадей. Такой устанавливается на Land Cruiser 300. А, кроме того, гибридная силовая установка на базе бензинового атмосферника объемом 2,5 литра. Сейчас цены на Prado начинаются от трех с лишним миллионов рублей. ТРАССА 101 В России собираются продавать электрический грузовичок, выпускаемый в Киргизии. В Киргизии, но, как это водится, из китайских комплектующих. Новинка получила название Nimble, шустрый. Хотя шустрого тут ничего нет. При грузоподъемности 700 килограммов электрокар оснащается мотором мощностью всего 20 лошадиных сил. Заряжается он от обычной розетки. Запас хода чуть более 100 километров. Заявленная стоимость в переводе на рубли 520 тысяч. ТРАССА 101 Как бы ни пыжился АвтоВАЗ, уверяя всех, что его продукция встала на одну планку с популярными зарубежными брендами, россияне считают Лады самыми ненадежными. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом Авито. На втором месте по частоте поломок оказались китайские машины. Бронза досталась французам. Заполонившие дороги страны корейцы Hyundai и Kia разместились на четвертой и пятой позициях. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101